МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас, дорогие зрители! С вами Жаля Аскерова и передача «Как с обложки», в которой мы касаемся всего, что интересует прекрасную половину человечества. В ее голосе необыкновенная сила, эмоциональность и одновременно душевная теплота и мудрость. Гости нашего сегодняшнего выпуска – народная артистка Азербайджана Тинзали Агайра. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Тинзали Хан. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли к нам на передачу. Вам спасибо за приглашение. Спасибо. Тинзали Хан, вы народная артистка Азербайджана, в том числе и бизнес-вума. Да и к тому же и следите за собой. Начинающий бизнес-вума. Да, семь мяли. Следовательно, выходит мне вопрос, какие основные качества должны быть у женщины, которая хочет быть успешной, и чем отличается успешная женщина от неуспешной, по вашему мнению? Ой, очень много качеств, наверное. Это вообще присуще не только к женщине, это человек, то есть человек, обладающий здоровым характером. Здоровый характер – это то, что ты имеешь больше полезных привычек, нежели вредных привычек. Об этом, может быть, успеем еще поговорить, но очень много деталей входит, очень много пунктов, критерий, показателей. Конечно, имея силу воли, характер, в хорошем смысле слово упорство, то есть настырность, то есть принципиальность, уметь ставить перед собой цели, задачи. Естественно, все начинается с больших желаний, то есть плохо тот солдат, который не хочет стать генералом. Это характер, это стремление, то есть надо любить то, что ты выбираешь, то, что ты выбрала по своей жизни, по своему пути. А то, от чего ты становишься счастливой, это очень важно. Ощущение счастья, ощущение полноценности, ощущение, вот, вы знаете, это взаимная такая энергия, это взаимодействие этой энергии, то, что ты отдаешься своей работе, своим желаниям, и это возвращается тебе успехом, хорошими результатами, это тебя вдохновляет. То есть ты отдаешь энергию, ты отдаешь частичку себя, времени, своего труда и так далее, это возвращается тебе, причем результативно. Это еще больше лет. Это прекрасно. Вот из чего, например, вообще появляется вот это счастье. Счастье уже начинается тогда, когда ты отдаешься этой работе. Это очень важно. Тюнзаля Агаева родилась 21 октября, 1976 года. По знаку зодиака весы. По восточному гороскопу – знак огненного дракона. Женщины, рожденные в это время, отличаются неординарностью, всегда полны интересных замыслов, все время находятся в движении. С одной стороны, чуткие и артистичные мечтатели с богатым воображением, с другой – лидеры – сильные личности. Страдали вы звездной болезнью от того, что вы такая успешная? Я немножко по-иному страдаю от звездной болезни. Не так, как это банально звучит. Что такое от звездной болезни страдать? Это вот все, я самая крутая, у меня все есть, я уже успешная, меня знают, меня любят, у меня миллион поклонников, от них уже некуда деваться мне и так далее. Вот это банальная болезнь. Нет, абсолютно. Я страдаю по-иному тем, что, учитывая мой характер, я чуткий человек, я пытаюсь, так скажем, на внимание, которое сделано по отношению ко мне, ответить с таким же вниманием, но когда вижу, что это количество растет, я физически просто не успеваю. А если ты хочешь отдохнуть, если ты хочешь уединиться, если ты хочешь, чтобы тебя никто не видел, это не получается, вот чем я страдаю. И приходится мне, например, отдыхать за пределами города или страны и так далее. Но опять-таки, тут есть свои моменты, вы знаете, когда общество и люди подходят к тебе с целью, они как бы делятся с тобой, что мы вас любим, очень приятные впечатления, очень хорошие мысли, не звучат, то есть со стороны людей, я вижу их любовь в глазах, в отношениях. Это, конечно, это самое, вы знаете, большое, наверное, большое достижение для артиста. Артист не может жить без аудитории. Тусь, Алихам, вы в 2019 году стали народной артисткой Азербайджана, а признанной заслуженной артисткой Азербайджана стали в 2006 году. Вас не обижает такой промежуток большой? А зачем он должен обижать? Абсолютно нет. Это нормально. И, как я уже вначале сказала, что, любя свою профессию, отдав за нее всю свою осознанную жизнь, я не ожидаю, у меня нет таких целей, что вот я ради статуса, там, стала певицей, ради статуса делаю все это. Нет, абсолютно. Для меня, я как уже, опять-таки, я как бы повторюсь, и он имеет место просто в этой части вопроса вашего ответила. Большое достижение артиста – это любовь огромной публики, любовь народная. То есть, на самом деле, ты уже себя чувствуешь и народной, и заслуженной. Прошло, значит, с 2006 года, конечно, ну, скажем, лет 12, так скажем. Для кого-то это может быть выглядеть, это очень большой промежуток, но я опять говорю, от того, что я очень самодостаточный человек, артист, я не чувствую, что в моей деятельности, в моей жизни, в моей психологии присутствует какая-то пустота. Вот если я ее получу, она, вот я стану еще более счастливой. Но когда у тебя еще есть такая высокая оценка, это как бы еще одну точку подтверждения, то есть ставит. Вот этот момент, конечно, очень ценный. Выражаем благодарность ресторану «Марьи Ивановна» за предоставленные условия для проведения съемки. Женщинам какой совет можете дать? Опять-таки, дорогие наши женщины, оставайтесь, цените свою красоту, цените свое здоровье, цените свое духовное здоровье. Важен ваш дух, настрой, внутренний настрой. Что бы ни было, держаться. Я понимаю, женщины берут по своей жизни на себя больше, чем может быть. То есть они они же страдальщицы, они же успешные, они же заплачут, они же улыбнутся, успокоятся. Я думаю, что женщина еще плюс должна уметь сообладать и собой, и знать свои права. Женские права, человеческие права. Это очень важно. Для этого должна женщина быть грамотной. Должна быть грамотной. И как известный наш уважаемый меценат Зейнал Абдон-Тагиев, Аллахуна Рахмати Лассин, он говорил, дашь знание молодому парню, ты в результате получишь образованного человека. Дашь образование девочке, ты в результате получишь образованное общество. Что такое дашь? Что такое образованная девочка? Это будущая образованная мама, это будущий образованный деятель и полезный человек в обществе. То есть посмотрите ее действия на разные стороны жизни. То есть она и мать грамотная, она и общественный деятель, она учитель и так далее, и так далее. Так что нашим женщинам очень важно быть грамотными. То есть не торопитесь выходить замуж, не торопитесь топать в роскоши, бегать за роскошью. Чтобы я всегда своей Федан говорю, хочешь жить хорошо, комфортно? Вот прям в роскоши. Будь грамотной, чем бы ты ни занималась, какое бы ремесло вы себе не выбрали бы, какую профессию, будьте в этой профессии самыми-самыми хорошими. А ничего, да, немножечко поработаю врачом и немножечко полицейским, и немножечко учителем. Не бывает такое. Немножечко оператором. Не бывает. Или займись тем делом, в котором ты раскроешься. Вот это, да, это не только там месседж, совет женщинам, вообще той же молодежи, тем же нам самим всем. То есть мы должны жить так, чтобы... Почему вы спрашиваете меня об успешности? Потому что я целенаправлен, я перфекционист. Я хочу сделать все достойно, красиво. И если это у меня не получается, я отойду от этой работы. Займусь тем, которым я могу раскрыться. и показать себя. Я так же говорю, Фидан, неважно, кем ты будешь. Мне неважно, кем ты будешь. В рамках воспитания, в рамках, так скажем, нормального человеческого разума займись. Вот хочешь быть, не знаю, хорошим кондитером, пойди будь. Для меня нет такого статуса. Вот ты что, там дочка Тунзаля должна быть только заниматься такой профессией. Такого нет. Для меня такого нет. Кем хочешь, тем и будь, просто будь ее эффективной стороной. Да будь именно в этом ремесле, в этой работе будь эффективной. Когда все счастливы, все улыбаются. Пойти против себя. Часто не сообладать, не сообладать эмоциями. Воспитанность, порядочность, совесть. Любовь – это то, что дает человеку, это источник жизни. Давайте сразу, источник жизни. Стремление реализовывать желания и цели. Филатес и фитнес. Потому что я создание Бога. Ой, да их там невозможно там одним словом. Господи, я все, я люблю путешествовать, я люблю больше. Я люблю больше всего мое стремление к мудрости. Какие важные советы вы можете дать молодежи? Есть одна такая прекрасная такая мудрость цитата, что перед тем, как воспитать своего ребенка, начните с себя, воспитайте себя. Поэтому может быть мой зов и мой месседж будет обращаться больше к родителям, нежели детям, потому что к молодежи, ну молодежь – это уже не дети, окей, это уже сформировавшиеся, выросшие, выросшие из детства уже более зрелое рассуждение люди. Но дорогие наши родители, будьте очень бдительны, будьте очень чутки, будьте очень внимательны в отношениях дома с детьми, с друг другом, то есть отцы и матери, как они вообще обходятся друг с другом, как они относятся друг к другу, как они общаются, от этого будет зависеть психология вашего ребенка, характер и его отношение к будущей своей семьи и вообще к родине, и вообще к обществу. То есть сын, который видит, что его отец грубо обращается с матерью, сын не может уважать какую-либо девушку, не сможет, он этого не видит. Да, потому что он видит же только одну картину. То есть дети – это бумага. Что напишешь, это белая бумага, это не только бумага, то есть белая, ненаписанная бумага. Что напишешь, так и пойдет. Не важно, кто твой родитель, кто твой отец, он там чиновник, бизнесмен, крутой отец. Нет. Важно то, какой личностью является твой родитель. А если ты, как молодой человек, понимаешь, что ты не получаешь тот максимум от своего отца и от своей матери, в моем случае это так, моя дочка выросла без отца. Я являюсь для своей дочки и отцом, и матерью. Но мы, мы как семья, я и мои родители, вся моя семейная как бы, да, округа не дала ей ощутить вот эту пустоту. Я желаю, чтобы наша молодежь, наши сыновья, наши дети не осуждали своих родителей, если он сегодня потерял работу, если он сегодня потерял карьеру. Нельзя терять друг друга, а не какие-то внешние средства. Их можно добиться еще раз. Спасибо большое за очень интересное интервью, Тазархан. Спасибо, вам спасибо, Жали. Я желаю вашей передаче развития, процветания, большой аудитории и всему коллективу большая благодарность. Спасибо большое. На этом передача подошла к концу. С надеждой на то, что из выпуска вы извлекли для себя немало полезного и интересного, прощаюсь с вами на неделю. Субтитры создавал DimaTorzok